Музыка Музыка Ха-ха-ха Ты уже снимаешь? Да, а как? Вырежем что-нибудь Ну и что? В предыдущем выпуске я рассказывал про женское жиросжигание, ну и вообще про жиросжигание, ведь оно особо-то не отличается, что мужчин, что вы женщин. Правда, многие думают по-другому. Поэтому, чтобы от теории отойти к практике, снимем несколько выпусков подготовки к третьему сезону. Оксана, вот, пошла добровольцем. Вернее, я ее заставил. Да. Ну, я как бы раньше всегда делала только пресс, французский жим сидя с гантелями и махи на ногами в сторону. А сейчас, думаю, ну, помнишь, Юра заставил, то надо, наверное, попробовать, может быть, действительно что-то получится из-за этого. Хоть я, если честно, не верю, но что-то может быть. Все наверит, и она знает, что из этого получится, так что смотрим, следим, подписываемся на канал и ждем результата. А то, что Оксана любит похалявить, то заболеет, на тренировки не ходит, то еще что-нибудь съем. Ну, в основном, что-нибудь съем. То есть, это самые основные такие моменты сложности всегда возникают. питание, где-то там сорвалась, шахтова наелась, голод. Поэтому кому-то, я думаю, будет интересно посмотреть сам процесс тренировки, процесс получения какого-то результата. И для Оксаны это будет мотивация все соблюдать, не пропускать тренировки и правильно кушать, так как я скажу. 21 марта мы взвесились. Вес составил 64 килограмма 900 грамм. Сделали замеры. И первым упражнением у нас было приседание со штангой. Оксана у меня уже давненько персонально занимается, поэтому упражнения базовые все знают. Ну и, соответственно, поэтому они в программе. С другим человеком были бы другие упражнения. Итак, первое упражнение приседания со штангой. Сделали 4 подхода по 15 повторений. Вес 50 килограммов. Все упражнения выполнили с запасом, так как не везде было удобно сразу и снимать, и страховать. Ну, на следующих тренировках будем выкладываться жестче. Во время отдыхов я сделал 3 подхода на разгибание ног по 15-18 повторений. А у Оксаны это упражнение будет чуть позже. Следующим упражнением мы сделали выпады с гантелями вперед. Вот три подхода по 30 повторений. Ноги сразу чередовали лево-право, лево-право. То есть на каждую получилось 15 повторений. Вес гантелек был по 13 килограммов. Опять же сделали с запасом. Бывало делали и с пятнашками. Поэтому тоже будем добавлять. Но на эту начальную тренировку пока хватило. Ну, кто делал это упражнение знает, что упражнение довольно жесткое. Очень выматывает, потому что работает все тело, все напряжено, не только ноги. Далее я пошел. Далее я пошел тоже на выпады, только со штангой. Сделал три подхода. В первом 30 повторений, во втором 24. В третьем тоже 24 или 22 даже. Я халявил, как уже говорил. Вес 70 килограммов. Удачи! Вес 80 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у Оксаны следующее упражнение – это жим ногами. Либо еще его называют пресс-машина. В этом упражнении мы сделали 4 подхода по 12-15 повторений. Вес – 120 килограммов. Тоже получилось с запасом, можно и побольше. Но будем увеличивать. А я третьим упражнением решил сделать несколько подходов мертвой тяги. Ну, рассчитывал на 3 подхода, но сделал 2 и что-то решил, что на сегодня хватит. Первый подход был 200 килограмм на 15 повторений. Второй подход – 180, раз 13. Сделал и обленился. На видео смотрю, амплитуда кажется слишком короткая. А во время упражнения, когда сам себя не видишь, кажется, довольно низко отпускаю. Ну, штанга уходит ниже колен и ноги, особенно спина в этом упражнении очень сильно чувствуется. Ноги чуть меньше, а вот на следующий день ноги хорошо поболели. Также амплитуда в этом упражнении зависит от растяжки задней поверхности бедра. Не каждый сможет низко отпускаться, иначе нагрузка пойдет на позвоночник, так как таз начнет подкручиваться. Поэтому это подбирается индивидуально. А вот теперь Оксана сидит на разгибании ног. Выполнила три подхода по 15-18 повторений. Далее сделали бицепс с гантелями стоя, вес по 5 килограммов, суперсети. С прессом на наклонной скамье. Скручивание на скамье у нее получается не очень, потому что коротковата амплитуда именно самого скручивания. Дед номер 2 Наша тренировка... Сейчас пойдем на улицу, пойдем в шаурму, для того, чтобы закрепить результат. Да, после такой тренировки мы будем в шаурму кушать. Да, тренировка прошла, легко, я прохалявил, у меня было всего 3 упражнения, так как в конце недели, сегодня понедельник, а в конце недели в субботу будут соревнования по жиму и больше тренироваться пока не буду, в неделю буду халявить. У Апсаны мы нормально потренировали ноги. Итак, среднячок, можно и пожестче? Да, бывало и пожестче, сегодня в принципе можно сказать все налегке делать. Все налегке и в конце сделали один подход бицепс, суперсеки с прессом. На пресс акцент не делаем, так время остается, в конце сделали в основном акцент на более мощные упражнения. Но тренировки у нас будут схожи. В принципе, что делаю я, то же самое практически будет у Апсаны. Иногда будет это все, один в один практически. Иногда будет что-то отличаться. Ну, день спины, наверное, у нас в принципе практически все одни держатся до упражнения. Но когда мы делаем грудь, то есть у нас там есть различия. Ну, в ногах бывает, что-то отличается. Просто у меня часто бывает легкая тренировка или тяжелая, и поэтому из-за этого бывают различия. Так что продолжаем делать из себя того же... Делаем мужика. Да, делаем мужика. Упражнения уже мужские, значит вырастут ноги, вырастет... Руки. Руки, да. Живот вырастет. Раз пресс особо не качаем, значит вырастет живот. У девчонок же обычно что, французский жим делают, да махи в тренажере назад. Только так можно похудеть. Ну, так что посмотрим, что у нас получится. С этого момента пошел отсчет подготовки к летнему сезону. Так что итоговый результат будем смотреть через месяца 2-3. Ну, а пока с интервалами, наверное, месяц. Да, через месяц, наверное, сделаем первые замеры и посмотрим, что и как у нас меняется. С завтрашнего дня начинается диета. Она будет меняться. Оксана ждет ее. Да, я прям жажду уже. Да, вот поэтому она сегодня побежит сейчас за тремя двойными... Дозами. Дозами шаурмы. Дозами шаурмы. Ну и с Никерсом еще шлифану, наверное. Да, так что это я раньше часто шлифовал с Никерсом. Поэтому вот от меня набралась. Так что все, пока, до следующего выпуска. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...